Большинство аварий, как правило, случаются между обычными участниками движения. Но случается и так, что в ДТП попадают служебные машины и машины коммунальных служб. Как раз такую аварию получилось снять нашей съемочной группе. Произошло все на перекрестке Ватутина в Киеве. Тут под коммунальный грузовик ГАЗ сзади влетела Шкода. Вы видите последствия аварии. А само происшествие, по словам очевидцев, случилось так. Машина коммунальной службы стоит в крайней правой полосе. В соседней полосе движется Шкода, впереди нее фура. Водитель Шкоды решает обогнать фуру справа, не успевает затормозить и врезается в грузовик. К счастью, скорость легковушки была не слишком большая. У водителя Шкоды испуг и незначительные травмы. Но скорую на место аварии все же вызвали, чтобы врачи уж наверняка подтвердили, что мужчине не нужна дополнительная медицинская помощь. Сам водитель утверждает, если бы не фура, которая ехала перед ним, он бы заметил стоящую машину коммунальщиков и не стал бы обгонять фуру справа. Под вот этим водитель Шкоды подразумевает оградительные фишки вокруг машины коммунальщиков, которых, по его словам, на момент удара не было. Не первый раз происходят подобные ДТП. Со слов водителей, вот этих фишек в момент ДТП не было. Их аварийная служба выставила уже потом. Вот виден только единственный знак, который на автомобиле, вот на этом газоне находится. Врачи, которые приехали на вызов, скрытых травм и других серьезных повреждений, водителя Шкоды не обнаружили. Однако мужчину беспокоило не только здоровье. Он был возмущен тем, что коммунальщики не выставили фишки вокруг своей машины. Наш журналист предложил водителю позвонить на горячую линию Магнолии ТВ 2.2.1 и спросить, как действовать в такой ситуации у автоадвоката. Вы даете свой телефон, наберете вот 2.2.1, попросите автоадвоката. Если на дороге у вас возникла конфликтная ситуация, вы можете позвонить на горячую линию 2.2.1 Магнолии ТВ и получить дельный совет от автоадвоката. Также по этому номеру можно вызвать эвакуатор в любую точку Украины. Больше видео с места аварии вы найдете на официальном канале Магнолии ТВ в Ютубе.